МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадо-компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. С клопотом про будущее поколение. Сегодня у Комарынским детячим садку открылся плавальный бассейн. От явления идей до их реализации в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны реализовали проект по бизнес-эдукации школьников. То снег, то дождь. На гэтым тэнне в Беларусь пройдет от ліга. А зараз об гэтым и іншим больше подрабязна. Об необходности больше худкого урегуливания ситуации в Украине сегодня шла размова на встрече президента с Виктором Медведчуком. Гэта вядомый украинский политичный и державный деятель. Был народным депутатом, працавау у керавництве Верховной Рады, займау посаду керавника администрации президента. Александр Лукашенко подкреслил, як важно пачуть информацию об тым, што отбывается у соседзев. Супрадстояння у Донбассе у Беларуси прыняли близко до сердца. Усё ж мы не чужые люди. Про гэта неаднаразова на самых розных пляцовках заявлял беларуский лидер. Тому именно наша краина стала другим домом для многих украинцев, які вымушены були покинуть родное место за конфликтом. Мне очень важно услышать вашу позицию, точку зрения по многим вопросам, особенно по вопросам событий, которые разворачиваются в нашей родной Украине. Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит. В начале этого конфликта вы знаете, что по нашим данным, а мы чётко вели учёт, что до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины, и мы предоставили им равные условия и права с нашими беларусами. Хотя тогда было непросто, но, слава богу, всё обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался и живёт, и работает здесь, как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы всех тех событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю. Но я склонен к тому, что это недоразумение, иначе не назовёшь, надо заканчивать. Братские республики, народы, просто братья делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками. Поэтому мы придерживаемся такой точки зрения. Офицейный Минск занял узваженную позицию по украинским конфликте, сприяющей нормализации становящего регионе. Это оценили во всем свете. У беларусской столицы прошли исторические перомовы нормандской четвёрки. Эксперты сходятся на думцы, что альтернативы минским погодненям нема. Это один и план по выходе с кризису. Знайсти шляхи выращения спробует трехбоковая контактная группа, с устречой, которую регулярно проходят в Минске. Про важную роль в Беларуси говорил сегодня и украинский политик, который сам принимает дело в переговорном процессе. Я здесь сторонник поддержать точку зрения Александра Григорьевича в том, что славянские народы, три славянских народа, должны договориться сами. И учитывая, что в этом конфликте не участвует белорусский народ, ему как раз и может быть отведена эта роль посредника, роль того народа, который может помирить то, что произошло между Украиной и Россией. Это очень важная функция и это, на мой взгляд, самая главная необходимость, которой нуждается сегодня Украина как государство и украинский народ. На сустрече с керавником белорусской державы обмерковывался широких пытаний, что тычется наладживание супрационистства, какое может иметь место минавито в сфере мирного урагуливания. Невыпадково поводили известок усих социологичных доследований, которые проводились в Украине за прошлый год-два, самый высокий ауторитет сирот керавников замежных держав минавито у президента Беларуси. Протягиваем выпуск. В рамках работ по масштабной реконструкции городского поселка Камарын сегодня в мясовом детячем саде открытый плавальный бассейн. В этой подеи тут шекали 17 годов. Наш корреспондент Олег Синцеров принял удел в урочистостях. Бассейн в Камарынском детячем саде был заседанный, а не при этом не прорывал ни одного дня. Причина простая, в установе не было горячей воды. Если сад открыли в 91-м и за 17 годов, так и не с долями подвесить необходные инженерные коммуникации. Прошение при конструкции бассейна у Камарынском детячем саде было принято у соковеку минулого года. Кали установу наведов с кашиняр Гомельского оболоконка Молодимир Дворник пропонувал перерабить бассейн у спортивного зала, вы решили не разглядать. Спортивный зал есть практически во всех дошкольных установах, а Камарынский бассейн один и во всем Бранинском районе. Научить детей плавать тут можно было только летом и только урацем. На речке у нас в Камарине плавать немножко мы уже умеем, правда, еще и на дуных рукавах, но уже плаваем сами. Научились на речке, но бассейн нам пойдет на пользу, потому что купаться мы любим, поэтому то, что открылся у нас в нашем садике бассейн, это большой плюс. По особенности у Камарыне открыли новый бассейн. В любом случае старые конструкции полностью взломали и побудовали новые. Отповеренность с сучасными санитарными потребованиями из местного бюджета на ГТМТ выдатковали больше 390 тысяч рублей, а про этого, больше 40 тысяч, накировали на набытье спортивного инвентара, мебли и кульновых плясовок. Для улицы приобрели физкультурное оборудование, огорики, песочницы, а внутри все игровые зоны. Больница, что играть, потом парикмахерская, семья, потом купили еще столы, стулья, музыкальный зал, все модули купили, спортивные модули для игры. В Камаринском, если в саде, функционируют 6 групп, половы за каких-то санаторного типа. В целом это больше 90 человек. За доходом теплых джон на территории детячего сада установят еще несколько новых плясовок, их уже на были, а где в целом все основные запланованные работы выконаны. Двери нужно заменить в подсобных помещениях, отремонтировать несколько специализированных кабинетов, кабинет дефектолога, кабинет психолога. Для детей, где занимаются дети, групповые помещения отремонтированы все. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель», Брагинский район. У Гомельском государственном университете имя Франциска Скарины реализовали проект по бизнес-эдукации школьников. На протяжении недели они выучали особенности реализации креативных идей и работы в умовах конкуренции. Что с ГТГ отрималось, ведут наши корреспонденты. Отримать початковые веды по ведению властного бизнеса на экономическом факультете ГДУ имя Франциска Скарины запросили наученцев 9-11 классов. Кали ведать правила рынку и перспективы его развития, зарабить властное хобби по спеховым бизнесам, задача не простая, але реальная. Шагов починать работу, что необходимо продугледить при распрасовце проекта и как презентовать свою бизнес-идею. Простый день, амаль 70% старшеклассников, які наведали теоретичные занятки, пришли в университет знов. А летя бьер уже с конкретными напрасовками. Команда новученок 8-й Гомельской средней школы пропрасовывая идею открытия крамы по продаже кветок. Об конкуренции на этом рынке девчонки ведают добро, але все равно лишить его перспективным. Тем более, что до обычных методов работы можно будет додать сучасные интернет-технологии. У нас будет естественное место для фотографий, потому что сейчас много кто зарегистрировал в социальных сетях Инстаграм и людям нужны новые красивые локации. Мы будем отличаться разнообразностью выбора. То есть у нас будут цветы, синие розы, черные, радужные. И это действительно актуально, потому что этого ни у кого нету. То есть мы будем отличаться своей оригинальностью и подачей. Увуголь пропонованные гомельскими старшоклассниками проекты самые розные – от створения киностудии с новыми махчимостями до распросовки компьютерной гульни. Профессиональные эксперты бизнес-идеи оценивали с позиции их житесдольности у реальных рыночных умовах. После завершения опошней презентации организаторы признаются – такой край тывности от старшоклассников навык не шакали. А тому, за всем не супрать, бачить селетних выпускников сярод своих студентов. Тем более, что с этого года в университете открывается новая специальность. Сфера профессиональной деятельности – анализ рынку с наступными рекомендациями по метазгодности распроцовки и укоронении новых проектов. Наша цель сегодня состояла в том, чтобы, ну, во-первых, школьники могли сформулировать те, наверное, идеи, которые им интересны, которые могут в дальнейшем позволить им интересно жить и при этом еще получать доход. Понятно, что сегодня они школьники, и, наверное, они все риски, проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем, они не видят, но они могут построить, во всяком случае, модель своего будущего бизнеса, и это дальше им уже даст возможность продвигаться. Алисин Сюров, Ольга Кыновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Окунуться в экзотику запрашая выстава «Свет малпов». Соправдный контактный зоопарк разместился в выставочных залах галереи Гаурила Вашченки. А кроме десятка дивных малпов старого и нового света, тут можно убачить и гуан, попугаев и лемуров. А еще погладить питона-альбиноса и маленьких шиншилл, сделать фото с экзотичным туканом и крокодилом. У каждого населника мини-зоопарка свой характер от спокойного до гиперактивного. Але в большинстве охват найдено контакт с людьми. Экскурсоводы расповедают цикавые факты про життя населника в свете малпов и их звычки. Познайомиться с живелыми, птушками и рептилиями у галереи Гаурила Вашченки можно до 3-го лютого. На этом тыне в Беларусь пройдет лига. Ближайшие двое суток будут еще морозными. В ночи до 8, в день до 4 с минусом. Чекается снег и порывистый ветер. В день, в четвер и пятницу, слубки термометра упередолюют от знака плюс 3 градусы. В ночи будет до минус 2. В субботу чекается каля 2 градусов мороза в день и до 8 в ночи. Это и так сама иншая новина. Вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tevergomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. При проведении проверочных мероприятий по факту кражи сотрудники милиции раскрыли другое правонарушение. Участковый Наравлянского РУВД в подвале тракториста обнаружил 15 канистр с окрашенным дизельным топливом. Милиционеры в деревне Будоголовческое в ходе осмотра домовладения тракториста коммунального унитарного предприятия нежданно для себя обнаружили в подвале 300 литров солярки, разлитой в пластмассовые емкости от 10 до 30 литров. По предварительной информации, данное дистопливо тракторист получил от младшего брата, а точнее 200 литров. Младший брат, работая водителем сельхозпредприятия, получал данное дистопливо для личной автомашины. Личную автомашину использовал для подвоза работников данного предприятия в тех случаях, когда служебный транспорт ломался. В результате, в прошлом году, за два месяца, таким образом, он слил в свои личные канистры порядка 200 литров дизельного топлива. Что касается еще 100 литров дизельного топлива, то тракторист пояснил, что он их приобрел у неизвестного лица в неизвестное время в неизвестном месте. Дистопливо изъято, сотрудники милиции проводят проверочные мероприятия. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пять получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Будокошелевском районе около часа дня в минувшую пятницу бесправник, двигаясь на малолитражке по автодороге М8 со стороны города Витебска в направлении Гомеля, столкнулся с другим легковым автомобилем. Водитель автомобиля Volkswagen Golf выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Golf скончался от полученных травм на месте происшествия. Его пассажир и водитель другого транспортного средства получили телесные повреждения и были госпитализированы в районную местную больницу. Так, в субботу в Мозере большой груз Вольво придавил своего водителя. 28-летний парень, выйдя из кабины, не принял меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, из-за чего и произошел наезд. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. В этом же райцентре, но уже накануне вечером, 48-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099 на улице Рыжкова, совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По всем ДТП проводятся проверки. Сегодня утром спасатели Мозырского района ликвидировали пожар жилого дома в деревне Щекотова. По прибытию к месту вызова первых подразделений МЧС происходило открытое горение деревянного дома. Известно, что хозяин домовладения 1977 года рождения проживал один и был включен в списки селесполкома, как лицо злоупотребляющее спиртными напитками. В ходе тушения пожара под обломками строительных конструкций был обнаружен обгоревший труп мужчины. В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, повреждено потолочное перекрытие имущества внутри дома. Причина пожара устанавливается на из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение эфира телеканала Беларусь 4 Гомель. Новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Хоккейный клуб Гомель занял четвертое место по итогам континентального хоккейного кубка. В первом матче гомельчане потерпели поражение от хозяев турнира Белфаст Джаэнс. Вратарь Рыси сделал несколько сейвов, однако это не помогло команде. Итоговый счет на табло 5-0. Во второй день турнира Гомель встретился с казахстанским Орланом. Команда из Кокшетау активно играла в атаке и уже на пятой минуте в ворота Рысей залетела первая шайба. За 4 секунды до финальной сирены гомельчанин Евгений Соломонов точным броском поставил точку 8-2. В заключительном матче суперфинала континентального кубка Гомель проиграл команде ГКС Котовица 0-5. Таким образом гомельчане закончили выступление на последней строчке турнирной таблицы. Польская команда заняла третье место. Серебро завоевали хозяева соревнований Белфаст Джаинс. Обладателем главного трофея стал казахстанский Орлан. Он же получает пропуск в Лигу чемпионов. Первые четвертьфинальные матчи Кубка Беларуси по мини-футболу прошли в минувшие выходные. БЧ принимал в гостях столицу. Счет открыли на девятой минуте, но победителя команды не смогли выявить 1-1. У гомельчан отличился Денис Гуменюк, у минчан Михаил Горицыно. Поражением закончился матч в Орше. Там встречались ВРЗ и Виттен. На восьмой минуте счет открыл Евгений Рогачев, но хозяева сразу отыгрались. А спустя минуту и вовсе вышли вперед. Однако гомельчане восстановили равновесие на табло до перерыва. На 35-й минуте Виттен забил третий мяч и отыграться вагоностроители уже не смогли. 3-2. В остальных поединках Лид Сельмаш одержал победу над Микашевичским гранитом 2-1, а охрана Динамо из Минска разгромила территорию 5-2. Ответные встречи пройдут 17 января. Мастер-класс от кумиров. Игроки футбольного клуба «Гомель» Иван Жосткин и Олег Ковалев потренировались вместе с учащимися гомельской школы номер 12. В этом году здесь появился спортивный класс. В нем учатся в том числе и юные футболисты. Олег Ковалев поделился своим мастерством с будущими галкиперами. Иван Жосткин поработал с полевыми игроками над техникой удара и дриблинга. Потом все закрепили на практике. Для этого устроили небольшую эстафету. Важная часть таких встреч – беседы. Вопросов у ребят к футболистам немало. Есть у маленьких болельщиков и пожелания. Расскажи, что бы ты пожелал футбольному клубу в следующем сезоне? Выиграть весь сезон. Главное в таких встречах, конечно же, эмоции. А их у обеих сторон было немало. Мотивирует приятно, когда дети подходят, желают, говорят, выиграйте уже наконец-то чемпионат. Это, конечно, поднимает и настроение, придает каких-то дополнительных сил. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова